Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня рубрика готовлю на несколько дней, хотя я бы не сказала, что я тут прямо сильно много чего наготовила. Варю два первых блюда, это грибной суп и горох, суп-горох. Почему так? Потому что муж захотел грибной, а дети у меня грибной не едят, поэтому им варю горох. Я уже запрала горох и перловку, я отвариваю всегда отдельно и сушеные грибы еще провариваю, прежде чем добавить их в суп. Поэтому у меня уже в кастрюльке там проваренный немножко горох, ну такой не до готовности, до полуготовности. И перловка, то есть грибной суп у меня с перловкой. Зажарку тоже я уже добавила и сейчас вот нарезаю грибы. Здесь у меня лесные грибы, которые я собирала сама в прошлом году. Это и подберезовики, у меня микс такой подосиновики, еще какие-то там маховики, по-моему, или что-то в этом духе. Я все это сушила и вот отварила. Теперь еще меленько нарезаю, чтобы они были мелкими. Так нравится моему мужу, соответственно, ну чтобы меленькие вот эти грибочки были, соответственно, я так и делаю. Вот, отправляем все это в супчик. Немножечко у меня все это снова проварится. И я буду добавлять специи. Как раз добавляю специи различные. Здесь соль в обои. Сразу два супчика заправляю я. Вот, лавровый листик я уже добавила. Немножко куркумы. Куркуму я добавляю, потому что она придает, ну, такой некий аромат, наверное, и такой цвет хороший. Вот, блюдом немножко. Тут у меня итальянские травки добавила совсем немного. Сухой чеснок и сухой укроп у меня закончился. Надо будет делать заказ на Айхерб. Вот, и немножечко тут какие-то специи еще добавила. Ну, такие у меня специи вот эти для мяса. Они такую остроту тоже придают. Вот, и немножечко еще черного перчика я еще решила сюда добавить. Вот, так что практически первое блюдо, обед, скажем так, у меня готов. Так как мы болеемся, сидим сейчас дома и готовлю я достаточно много получается сейчас. Вот, полностью готовы мои супчики. Это горох. Он у меня получается такой, ну, не сильно, конечно, густой. То есть горох вот этот у меня разварился. Он достаточно мягкий. Он мягкий еще получается, потому что я его предварительно всегда провариваю до полуготовности. Ну, и здесь грибной суп. Так как здесь подберезовики, то он такой получается черненький, но очень вкусный из лесных грибов. Перловочка, вот там немножко зажарки. Морковка, лук. То, что я не добавляю морковку, лук в большом количестве, да, это исключительно вкусовые предпочтения моего мужа. Вот, так как я в основном готовлю для своих домашних, то и делаю так, как им нравится. Ну, и буду делать свое любимейшее блюдо. Капуста тушеная с сосисками. Обожаю. Я не знаю, это очень люблю это блюдо. В особенности, кстати, я люблю его кушать именно в холодном виде. Он почему-то в холодном виде, мне кажется, намного вкуснее, чем вот в горячем. Вот, так что нашинковала капусту, в принципе, здесь не важно, как ее нарезать. Добавляю водичку и ставлю, она будет у меня тушиться практически до готовности. Потом буду добавлять сюда сосиски. Вкуснее, конечно же, такие какие-нибудь копченые, остренькие, знаете, может охотничьи колбаски такие, можно еще сюда добавить, ну или что-то в этом духе. Ну, и обычные сосиски тоже подойдут. Буду потом добавлять томатную пасту, ну и специи по вкусу, соль, конечно же, тоже. Это уже томатная паста в самом конце уже приготовления. Как раз-таки добавлю. Вот, ну и сосиски я стараюсь так потоньше нарезать. И сегодня также буду готовить, это все у меня на ужин, да, кроме первых блюд, буду готовить салат оливье. Вы просили у меня тоже мои мужчины. В общем, я себе капусту с сосисками, а им салат оливье. Но салат оливье я тоже поем, может быть, не сегодня, а в другой день, потому что мисочка вот эта вот у меня достаточно большая. Вот, и нам, в принципе, хватит на его на несколько дней, этого салатика. Вот, то же самое, что не кладу я сюда, то есть не добавляю в салат морковь отварную, потому что мне даже самой не нравится в салате оливье морковь. Не знаю, почему. Я знаю, что многие добавляют ее, причем в большом количестве, но я не добавляю. Мужу моему это не нравится. И, то есть, не нравится, когда там есть вот эта отварная морковь. Он у меня морковь вообще не жалует. Поэтому, ну, только если по-корейски, да, поэтому я делаю так, как нравится моему мужу. Это не значит, что это невкусно, и это не значит, что это не салат оливье, потому что в нем нет моркови. Просто делаю так, как нравится исключительно моим домашним. Я вначале взяла немножко лука, а потом вспомнила, думаю, все же дома у меня находятся, и решила уже весь оставшийся лучок тоже покрошить салат оливье. И салат оливье я всегда делаю с вареной колбасой. Тоже потому, что мои так любят. Не знаю, почему-то с курицей не очень любят. Хотя мне как-то писали, что хорошо с копченой курочкой, да, вот такого холодного копчения, да, или, ну, вот вы поняли, да, такой копченой курочкой. Возможно, надо будет как-нибудь куплю. С карантина мы уйдем, да, и, возможно, где-нибудь куплю эту копченую курочку. Попробую сделать. Я думаю, что будет тоже очень вкусно. Но делаю вот с обычной вареной колбасой. Так мои домашние очень-очень любят. Добавляю сюда и свежий огурец, и маринованный. На самом деле я уже говорила, что каждый раз у меня по-разному. Если нет маринованных или соленых огурцов, то не добавляю. Если нет свежего огурца, то не добавляю. Добавляю только маринованный. Ну, в общем, как-то так. Это у меня маринованные огурцы. Вот, все миленько нарезаю. И будем уже заправлять салат оливье. Хотя вот эти все блюда, которые я вам показывала сегодня, да, в этой рубрике, я уже их, мне кажется, показывала не раз, как я готовлю. И готовила не раз. Может быть, даже в этой рубрике они были видны. Но так как сейчас болею, на самом деле, сильно много плиты стоять не хочется. Я просто подхожу там, спрашиваю, кто что хочет. Подошла, приготовила и все. Ну, два первых блюда вот сделала, да. Хотя грибной суп, на самом деле, сама тоже с огромным удовольствием поела. Здесь у меня остатки одного майонеза, второго. То есть, ну, в принципе, классический вариант, не считая морковки. Вот у меня салатика оливье. Добавила еще сметаны. Мне вот сметанный майонез нравится намного больше. Он такой полегче. Более такой сливочный, не такой острый. И вот такой ужин у меня получается. Мужчины мои будут есть оливье. Вот такое. Ага. Я буду есть капусту с сосисками. Очень, я не знаю, люблю это блюдо. Как-то вот особенности, когда, знаете, особо такого ничего не хочется, такого плотного поесть. То вот как раз тушеная капуста с сосисками прям обалденно. Попробуйте как-нибудь сделать. Может быть, охотничьи, по-моему, называются. Такие копченые сосисочки, такие тоненькие. Тогда получается она вообще такая остренькая. Прям, знаете, такая ароматная, очень вкусная. Вот. Так что, ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok